Немало понервничать пришлось тем, кто ездит на общественном транспорте, и этим утром спешили по делам. В центре столицы оборвались электропровода, что создало хаос на дорогах. Чтобы устранить неполадки, было принято решение отключить электричество, поэтому некоторые троллейбусы перенаправили, другие попросту встали. И если одни пассажиры решили добираться до пункта назначения пешком, другие решили подождать транспорт, что заняло немало времени. На Пушкино. В Кишиневе троллейбусы сегодня простаивали около часа, что привело к пробкам. Пассажиры были вынуждены продолжить путь пешком, а те, кто намеревался попасть на дальнее расстояние, продолжали ждать транспорт, на что ушло немало времени. Долго ждете? Стою минут 20. Нужно на троллейбус сесть, но если его нет, подождем, другого выхода нет. Долго ждете троллейбус? Час ждем и не знаем, почему не едет. Какой троллейбус ждете? 12. Спросила, почему его так долго нет, но никто не знает. И люди тоже долго ждут. Да, сформировалась первичная очередь. Хотя водители и кондуктора сами не знали причину, признали, что из-за гололеда транспорт двигался с трудом. Был большой гололед, может поэтому какой-то троллейбус занесло или оборвался какой-то электропровод. Но в чем истинная проблема, узнаем позже. А знаете, кто-нибудь приходил решить проблему? Да, машина уже там, она проезжала мимо нас. Впереди обрыв электропровода, но из-за чего, не знаю. На Щусево оборвались провода, стоим около 40 минут. С утра хаос, был гололед, двигались с опозданием. В управлении электротранспорта заявили, что причиной неисправности стала контактная сеть на пересечении Пушкина и Букурешть. Около часа троллейбусы и ряда городских маршрутов, пересекающих этот участок дороги, были перенаправлены на прилегающие улицы. В то же время несколько транспортных единиц встали. На данный момент неисправности устранены, движение общественного транспорта восстановлено. Из-за сформировавшегося к утру гололеда сегодня не только в столице, но и в некоторых районах страны было крайне сложно передвигаться. Некоторые даже не смогли выехать с парковок, а общественный транспорт ходил с опозданием. Чтобы не ждать долго на остановках, в управлении электротранспорта рекомендовали использовать мобильные приложения и интерактивные карты, с помощью которых можно отслеживать движение автобусов и троллейбусов в режиме реального времени. Продолжение следует...